Ангелина не только в первый раз видела море, но и пожар, который произошел прямо у нее на глазах. Вместо дискотеки ребята решили остаться в комнате. Через некоторое время из шкафа резко повалил дым. Дети выбежали из корпуса. Все, что успела с собой взять Ангелина, это телефон. На момент пожара дети находились на третьем этаже. Мы убежали все на улицу, нас переместили на танцплощадку. Там мы стояли, плакали, думали, что до нашей комнаты не дойдет. И уже там горело все. Как только Ангелина выбежала из горящего корпуса, она сразу связалась с родителями и сообщила им, что с ней все хорошо. Меня она бережет. Потом отец был на работе, он мне перезвонил. Потом я только перезвонила ей. Она уже плакала и говорила, что у них все горит. Ну, естественно, я спать не могла. Но ждала утро очень долго. Переживали очень. Это как не сказать, не описать и не показать. Это кадры любительской съемки. По словам очевидцев, первой полыхнула мансарда. Потом огонь перекинулся на второй и первые этажи. Почти три часа ушло на борьбу с огнем. К счастью, на тот момент в корпусе находилось не так много детей. Многие были на вечерней дискосеке. Никто не пострадал. У нас вожата сильно плакала. Собирала нас в круг и пересчитывала много раз. Наши медсестры давали нам таблетки. Нам это помогало, но паника потом была. Нас отвезли в другой лагерь. Там мы тоже немного поплакали. Нам ночью было страшно спать. На следующий день уже как-то все успокоились. На следующий день поддержать детей в этой непростой ситуации и привезти им копию документов. В Анапу приехали замминистра по делам молодежи Республики Татарстан Рустам Гарифулина и замминистра образования Лариса Сулима. Правительство Республики Татарстан не могло оставить на сцене нашей главе. Всю ночь мы сегодня готовились к введению сюда. Но в первую очередь мы хотим сказать вам огромные слова благодарности за то, что вы вчера друг друга поддерживали, за то, что вы вчера проявили мужество, за то, что вы вчера не расстелялись, за то, что вы перешили использованные моменты. Спасибо! 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 По предварительной версии произошло короткое замыкание, когда кто-то из ребят оставил заряжаться телефон под подушкой. Сумма денежной компенсации пока неизвестна. Этот вопрос решается. Но детям уже приобрели новые мобильные телефоны с сим-картами взамен сгоревших. Купили предметы первой необходимости, обувь и одежду. После пожара дети все-таки продолжили свой отдых, но уже в соседних лагерях. После отдыха в Казани их встречали родители. В этом году Витязева проверяли несколько раз. В ходе планов инспекции было выявлено 14 нарушений. Сейчас на базе отдыха проведут полную проверку. В том числе прокуратура выяснит, как соблюдались правила пожарной безопасности. Ангелина же решила, что пожар не испортит впечатление от летних каникул. И в следующем году она непременно снова поедет в лагерь Витязева. Алсюр Ахматульна, Максим Липин, Новости НТР.